В руках фотография сына, черной траурной лентой, в глазах застывшие слезы. Говорит, она торопилась его любить, любила до безумия. Сейчас понимает, на все его непрожитые годы вперед. Когда ее Олега забрали в армию, когда она узнала в Афганистан, материнское сердце сразу застучало. Тревога, беда, необмануя. Уже он написал мне, что значит, иду на последнее задание и уже к Новому году буду дома. А мне вот что-то так нехорошо, так нехорошо. Я в окно, я каждый раз, и на работе мне не сидится, не работает. Я так просто, так волнуюсь, так волнуюсь. И все-таки сердце мне не могло сказать, что значит, что так случится. Прошло уже 32 года, а боль не ушла и не уходит. Ольга Федоровна знает, ее Олег – герой. Рядовой Журович посмертно награжден Орденом Красной Звезды. От этого не легче. Холодный металл награды вместо теплой руки сына. Память – единственное, что сегодня осталось у Ольги Федоровны. А еще любовь дочери и внуков. Не за себя, а за них лопотала во время визитов представителей ветеранской афганской организации, военкомата, со службы. Матери воина-афганца – цветы, продуктовый набор и обещание выполнить ее личную просьбу. У Екатерины Петровны Бобович горе похожее. Ее Мишу тоже забрала война. Мы заехали сегодня в таком составе большом, чтобы вас проведли, чтобы узнать, как вы поживаете. Может, какие-то проблемы есть, может, какие-то вопросы. Вот эти красивые цветочки вам, вот эти подарки тоже вам. От ребят однополчан и от организации. Радость, я то благодарна за то, что не забываете. Ну как, о чем вы говорите, какие могут быть вопросы. На глазах Екатерины Петровны тоже слезы. И от воспоминаний, и от страшной потери, и от радости, что не забывают ни ее, ни ее сына. Михаил умер от страшных ран через два года. Сколько жить будем от этого, не забудет того, что улетел. Матерь на глазах согнил от пролежней, у Минска помер. Полтора года во Львовском госпитале, в санатории. Матери на той войне потеряли почти 15 тысяч своих детей. Семье воина-афганца Николая Чурила повезло. Их сын вернулся. Теперь над матерями, лидер ветеранского движения, воинов-интернационалистов и все воины-афганцы взяли шефство. В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов организация объезжает традиционно с такой, будем говорить, вахтой памяти по семьям Мозырского района, по семьям погибших воинов-интернационалистов. Ну, если говорить, кто кроме нас это сделает, ныне живущих, здравствующих воинов-интернационалистов. Выслушать, поинтересоваться насущными проблемами, делами и здоровьем. Подобные встречи традиционны и не только в канун памятных дат. В этот день члены Союза ветеранов войны в Афганистане, представители военкомата и соцслужбы навестили всех матерей и вдов, которые потеряли своих сыновей и мужей на той войне. Светлана Грудько, Юрий Горобец, Телеканал Мозырь.